Здравствуйте, дамы и господа, это Хэлл Роуд, а нас ожидает лагерь зомби. Пожалуй, вооружимся пикой, точёной. Нет, я передумал. Вооружимся пистолетом, пожалуй. Да, игра действительно напоминает Аризону Саншайн или другие аркадные шутеры. Здесь и аркадность, здесь и коридорность. И при этом даже графически очень сильно похоже на Аризону Саншайн. Вы сами можете наблюдать за баллистикой. Целиться здесь можно через посредством лазерного целеуказателя. Так, пёсик бежит, не знаю, куда он бежит. Спрятаться хотел в кустах, но не тут-то было. Снайперскую винтовку бы здесь, и тоже можно уничтожать зомби. Не ураганы, конечно, на одном месте, но тем не менее, позиция прекрасная была бы. Так, ладно, давайте возьмём револьвер, наверное, чтобы расщеплять этих собак. С помощью одного лишь выстрела. Некоторые собаки просто ждут. Ждут своей участи. Быстрее перезаряжайся. Всё нормально. Не стоит паниковать. В конце концов, это привычный день. Байкера среди зомби. Но мне кажется, я довольно много времени потратил. Ладно, забьём на этих собак. Я всё-таки не докхантер. Извините. Ещё и заблевали. Чёртов зомби, я должен был нормально его переехать, а я как будто на батуте. Отпрыгнул вверх. Так, ой-ой-ой, вот это уже что-то достойное. Всё, что я услышал, это мясо. И резко поворачиваем. Чуть со стула не упал. Вот поэтому эта игра может быть травмоопасной. Можете упасть со стула. Если, особенно, у вас хлипкий стул. Или деревянный какой-нибудь с полусломанной ножкой. То ничем хорошим не закончится резкий поворот. Поэтому нужно аккуратненько, аккуратненько останавливаться. Осматриваться по сторонам. Не спешить. Хотя здесь время ограничено. Таймер здесь есть. У нас 7 минут остаётся для того, чтобы до самого конца доехать. Жалко, ещё ударить просто нельзя, оттолкнуть. Вот где-то прям на лицо попала мне его рука. И дала пощечину. Блин, вот это вот раздражает, что немного ты за трассу выезжаешь. И сразу тебя перекидывает назад. Не ощущается свобода. Действительно, какая-то дикая коридорность. Так, ну, дробовик мне пока нравится. Хотя патронов немного и довольно долго он перезаряжается. Боже мой. Кажется, в спицы попал куда-то пёсик бедненький. Как же они прыгают. Блин, опять меня заблевал алкаш какой-то. Это, конечно, неприятно. Но, тем не менее, мы можем продолжать ещё движение. Пока... Пока я жив. Пока я жив. Такое ощущение, что трещин всё меньше и меньше на моём шлеме. Что удивительно. Я вроде получил довольно много урона. Еду на этом мотоцикле и думаю, что было бы классно повторить сцену из второго Терминатора. Но пока никакая игра не позволяет ничего подобного сделать. Ну, я бы, конечно, хотел в VR-игру во вселенной Терминатора. Хотя, хотя бы просто на байке кататься. Уже было неплохо. Хотя бы для этой игры DLC какой-нибудь. Быстрее! Твою мать! Ну, естественно. Мне кажется, самое время просто ехать, не останавливаясь. Иначе меня снова заблюют. А там, посмотрите, сколько блевальщиков. Давайте возьмём револьвер на этот раз. Всё-таки зачистим эту территорию. По крайней мере, от блевальщиков избавиться было бы классно. Так, это не заблюёт. Смотрите, быстренько прольжу. Нет, всё-таки кто-то попал. Сколько их здесь? Нормально, нормально, нормально. Вот ещё я... Ой, навонял. Да, что мне совсем плохо. Боюсь, что... Мне не хватит сил доехать до конца. Кто-то ещё выходит. Сколько их здесь? Быстрее! Так, ладно. На этот раз рыцарский план. Извини, собачка. Сегодня не твой день. А вот здесь, смотрите, можно спокойно объезжать. То есть, в каких-то моментах меня дают. А въезда совершать в каких-то нет, наоборот. Так, тихо. Грузовик, главное не впилиться. И главное избегать блевальщиков. Это то, что я усвоил за время своего существования в этом мире, наполненном зомби. Да, слушайте, копьё на самом деле ультимативное оружие. Если вас не окружает со всех сторон. Можно просто подрезать аккуратненько зомби. Плюс ещё, если мотоцикл будет оборудован пилом, который мы прямо сейчас подберём. Главное здесь аккуратно завернуть. Идеально. На этот раз я даже никуда не врезался. А такое бывает несчастное. Извините, дамочки. На трассе стояла, блинобойщиков ждала. Мы байкеры, ребята, не такие. По крайней мере, не сегодня. И не в зомби-апокалипсис. Я как самурай практически. Была бы катана. Хотя и копья достаточно. Так, тихо, аккуратно разворачиваемся. На этот раз без потерь. Нужно просто правильно выбирать вооружение. Этот урок усвоен. Так, немного патронов. Не забываем, что у нас есть по-прежнему пиво. Можно его на пилочке дополнительно насадить? Не похоже. Он разлетелся просто из-за таймера. Так, ну что ж, и мы на пути к тоннелю смерти. К тоннелю... К заблёванному тоннелю. Наполненного алкашами. Так что вооружаемся. Тихо, тихо. Твою мать, я всё-таки свалился с моста. Так и закончилась жизнь байкера, который выжил, но ненадолго. Порой просто забываешь... Да чё ж такое, блин, соскользнул как-то. Порой просто забываешь, что управление осуществляется именно поворотом под наклоном. И порой это напрягает. Так, ну что ж, здесь мы протермаживаем. Берём патроны. И аккуратно начинаем истреблять зомбарей. Я в итоге почти неповреждённый доехал до этого моста. И здесь по пару раз прыгнул. Что не очень здорово, конечно. Так, это ребята простые, да? Начинаем отсюда стрелять. А вось попаду. Так, тихо. Ждём немного, пока вонь исчезнет. Смотри, теперь здесь можно двигаться. Твою мать! Да, я его даже там не видел. По крайней мере, я живой. Ну, а это главное. Так, теперь мы можем аккуратно, плавно ехать дальше, продолжать. Не истребляя этих ублюдков. Скорее всего, это конец. Я доехал до конца, и здесь откис. Но такое бывает в жизни. Происходит огорчение порой. Так, всё, закончились патроны. Давайте возьмём револьвер. Дальность всё-таки у него получше. Быстро-быстро проехать. Проскочить. Хотя вонь не прошла. Вот это, конечно, навык акробатический. Управлять мотоциклом без... Ой-ой-ой, вот это беда. Но, к счастью, пиво есть. Нужно про это не забывать. Поднажмём. Да сдохни. Вонь! Нормально-нормально. Здесь аккуратно. Проходим. Я ускорился, испугался собак. Но их больше нет. Проеду. Нормально-нормально, по стеночке. Тихо-тихо-тихо. Притормозить. И здесь этих тварей уничтожить. Ещё немного, и я, скорее всего, отъеду. Так что нужно... С одной стороны, будьте аккуратны. С другой стороны, поспешите, чтобы добраться до конца. Потому что до конца, я думаю, недолго осталось. Так, ладно, пора, наверное, брать копьё. Я не вижу здесь привальщиков. Аккуратно проезжаем. Кажется, это финиш. Хотя нет, здесь пополнение боеприпасов. Жалко, хп здесь собирать нельзя. Потому что хп действительно не хватает. Так, я даже через этот гараж, через этот контейнер вонючий и прыгать не буду. Но это вообще прицеп. На всякий случай. Потому что вы знаете, что может произойти. Так, нормально, перевооружаемся. Там толпа основа. Давайте возьмём арбалет. У нас уже мы собрали патроны. Бочек, честно говоря, не видать. Ё-моё, сколько собак. Там же было 12 патронов, а мне показалось. Не знаю, ладно, я тихо пидом. Хотя я изящно проскользну. Интересное здесь место. Так и хочется полазить по этим палаткам. Как в Адайзи. Поискать лут. Но, к сожалению, здесь такой возможности нет. И да, мы действительно доехали до военной базы. Но в итоге... И это ещё не всё. Я заметил бочки. Сразу перевооружаюсь. Патроны. Вот здесь вот, наверное, лучше не дохнуть. Так, ладно, пора, наверное, в две руки стволы брать. Пистолеты пока сойдут. Или давайте возьмём один револьвер. Другой пистолет. А два копья я, кстати, могу взять. Не похоже. Как аккуратно он трупы обходит. Они уже действительно бронированы. При зарядке. В шлемах, по крайней мере. Так, ой-ой-ой, какая-то толпа бежит. Наверное, возьму один дробовик даже. Ну, их не заденет просто взрывной волной. Нужно ждать, пока они подойдут. Это чёртовые бочки. Это может никогда не случиться. Так, дробовик наготове. Тридцать шесть патронов. Блин, пёсик. Откуда ты взялся, напугал меня? Но, к счастью, пилы отработали нормально. О, здесь ещё и поблевать кое-кто захотел. К счастью, он не добежал. Так, ну здесь надо брать что-то дальнее. Например, арбалет. Нужно побыстрее избавиться. Куда ещё стреляю? А теперь вернемся к ревальверу. Что такое, братишка, ты встать хочешь? Контрольный на всякий случай. Как-то нервно он дёргал. Так, возвращаемся к дробовику. Смотрим в обе стороны. По бочкам я уже стрелять, наверное, не буду. Но это практически бесполезно. Пилы иногда включатся. Видимо, датчик движения у этих пил. Кажется, кого-то просто стошнило далеко от меня. Я, если что, эти пилы не контролирую. Они сами работают, сами включаются. Это считают нужным. Так что производитель позаботился. Я автоматизировал систему. Что ж, мы выжили. Замечательно. Улучшение получено. На 177 месте. Разве это не здорово? Так, ну я думаю, на этот раз нужно озаботиться. ХП. Видимо, всё-таки есть какое-то восстановление. Здоровье. Я, пожалуй, вкину в очки жизни. Вкину. В уменьшение задержки. Задержки восстановления. Можно ещё в скорость. На этот раз я байк качать не буду. Займусь жизненной энергией своей. И на этом мы, пожалуй, остановимся. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok